Вашингтон не считает, что Москва настроена на сохранение ДСТР. США не считают, что Россия серьезно настроена на сохранение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как не признает за собой нарушение договора. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гаррет Маркес, передает РИА новости. Ждите ответа, Владимир Путин предостерег Вашингтон от выхода из ДСТР, президент РФ отреагировал на угрозы США и рассказал о причинах несостоявшегося телефонного разговора с Петром Порошенко, если бы Россия была заинтересована в том, чтобы спасти договор РЭМ, она бы немедленно предприняла шаги к уничтожению своих крылатых ракет, пусковых установок и поддерживающего оборудование, которые нарушают договор, сказал он. Ранее 15 декабря Россия внесла на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции в поддержку ДСТР, в которой содержится призыв ко всем сторонам выполнять обязательства по данному соглашению. В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДСТР и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушение соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы прав, мировое сообщество осудило решение главы Белого дома, отметив важность сохранения договора в неизменном виде для мировой безопасности. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпея заявил по итогам встреч министров обороны НАТО в Брюсселе, что американская сторона приостановит выполнение своих обязательств по договору, если Москва не вернется к исполнению соглашения в течение 60 дней. После этого Вашингтон призвал Москву отказаться от ракеты 9-м 729 СССР-8 или модифицировать ее, согласно положениям документа. ДСТР СССР и США подписали в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней — 1500 км, и малой — от 500 до 1000 км, дальности, а в будущем не производить, не испытывать и не развертывать их.